Самарский гуманитарный центр появился больше пяти лет назад, и изначально проект был экологическим. Его создатель Юлия Копылова занималась экопросвещением и раздельным сбором мусора, но поняла, что сбор одежды необходимо организовывать отдельно от вторсырья. В 2016 году появился первый контейнер для одежды. Теперь их больше 30 по Самарской области. Люди сдают вещи, волонтеры передают их нуждающимся. Городские власти на безвозмездной основе предоставили центру помещение. Недавно в гуманитарном центре случился потоп. Кроме того, у центра есть проблемы с отоплением. За помощью Юлия обратилась к городским властям и депутату Госдумы Александру Хинштейну. Месяц назад нас затопили. Затопили очень серьезно. И больше всего в этой истории обидно, что коммерческая организация, когда мы поднялись к ним, директор сказал, идите в суд, подавайте на нас, вы от нас ничего не добьетесь. Депутат Госдумы Александр Хинштейн и первый заместитель главы города Владимир Василенко приехали в центр, чтобы на месте оценить масштаб проблемы и найти пути решения. Я очень рад, что такие у нас есть неравнодушные люди, которые действительно занимаются не по формальному поводу, а по долгу, что называется, сердцем, помощью тем, кому тяжело. И те проблемы, которые у них копились, ну, слава Богу, мы поняли, как надо эти проблемы решать. Проблема с теплом, проблема с водой. Город в этой части на себя берет. Сейчас просим Минсоц наш областной подключиться и найти методы, механизмы поддержки. В конце встречи Александру Хинштейну от команды гуманитарного центра подарили шкатулку добрых дел и пожелали, чтобы в ней всегда оставалось место для новых благодеяний. Максим Магомедов, Николай Сидоров. События.